Почему Олимпиада или Чемпионат мира по футболу – самые значимые соревнования в мире? В том числе, потому что они проводятся в каком-то конкретном месте, для которого становятся больше, чем просто спортивным событием. Борьба за проведение, подготовка, а главное – невероятный праздник, который получают местные болельщики. Финал четырех Кубка России по менюфутболу впервые состоялся именно в таком формате в Тюмени. Это было ново и безумно интересно и для игроков, и для болельщиков. Антураж турнира, пообщавшись с теми и с другими, тонко прочувствовал Александр Чеглаков. Смотрим. Кубок России по менюфутболу впервые в истории проходит в формате финала четырех. А место его проведения было выбрано не зря. Тюмень, спорткомплекс центральный, на данный момент, пожалуй, это мекка российского менюфутбола. На вопросы, почему именно Тюмени был отдан финал четырех, у нас есть серьезный ответ. Сейчас, например, проходит первый четвертьфинальный матч между Норильским Никелем и Екатеринбургской Синарой, подчеркну, без участия тюменской команды. Давайте же посмотрим, сколько там зрителей. Финал четырех – нововведение Ассоциации российского минифутбола. До этого команды в каждом раунде играли по две встречи – дома и в гостях. С одной стороны, появился фактор случайности победы, но с другой – какой же это праздник, когда фанаты четырех клубов собираются в одном месте. Праздник футбола ощущался уже в аэропорту, повторюсь, потому что вчера мы там ехали уже двумя командами и в один город. То есть мы знали, что здесь четыре команды, достойные там каждого финала. За первым полуфиналом следили не только болельщики, но и старший тренер Тюмени Денис Абышев, который подчеркнул для себя все тактические детали. Что одна и вторая команда, большинство играет через столбов, да, что у Норильска хорошие столбы Габриэль, там, и тот же Кутузов, может, Данил зацепиться. И в сценарии, конечно, Герасио и Соколов, да. Норильский Никель в финал четырех попал только из-за снятия с Кубка Динамо Самары. В его составе выделялся сорокалетний Владислав Шайхметов. Лучший игрок мира 2007 года и имеет в своем послужном списке девять Кубков России. Вы знаете, для меня десятый будет как первый, в принципе. Это, если я его выиграю, это, конечно, будет хорошо и для меня, то есть это юбилейный Кубок, да, но будем стараться. В сценарии наоборот, основа состава – молодежь. Антон Соколов в начале года забил пять голов на чемпионате Европы. В Тюмени именно он вел за собой команду в отсутствии главной звезды Сергея Абрамова. Конечно, не хватает. Это наш лидер, наш капитан. Очень ждем, когда Серега вернется на площадку. Взрываем, скорее всего. Кстати, сам Абрамов в Тюмень приехал, но из-за повреждения не сыграл. Хотя Синара и без него вышла в финал, обыграв Норильск 3-2. Тяжелее быть игроком или болельщиком? Болельщиком однозначно. Я не представляю, как у нас наши родители, семьи. Вообще каждый матч за нами наблюдают. Это, не знаю, просто столько надо нервов, сил. Вот он тот самый трофей, за который будут бороться команды. Никакой кубок вам не напоминает? В 7 вечера выехали. Полдятого утра приехали. Вот, всю ночь. Как было принято решение, что вот мы поедем в Тюмень, не самый ближний город, так скажем? Ну, мы болеем за свою команду. Тут решение однозначно было принято, что надо ехать и болеть. Тюмень тоже уникальный участник этого турнира. Четыре раза команда играла в финале, но не брала трофей никогда. А тут еще и новость перед первым матчем. У Артема Антошкина травма. На чемпионате Европы он забил пять мячей. В финале четырех отсиживаться тоже не стал бы. На кого хочешь быть похожим среди основного состава? Чего смеешься? На Антошкина. Чего на Антошкина? Ну, не знаю, он хорошо играет. Конечно, ходил на каждый матч в Суперлиге и на каждые международные матчи, которые здесь проводились. Все прекрасно помню, я рос на этом. Замечал какие-то нюансы, фишки, там, может, обыгрыши, удары. И это все может откладываться под сознание и потом реализовываться на площадке. А что тут у тебя в руках? Это картонка с финалом четырех. А ты ее будешь сейчас, наверное, складывать как-то? Нет, я ее дома повешаю. Вот так даже. А расскажи, кто тебе из игроков Тюмени больше всего нравится? Мне, Батарев. Почему? Потому что он мне футболку подарил. А то есть, если бы тебе футболку подарил Гирейханов, то тогда бы он тебе больше нравился? Да. Так тебя легко купить, получается? Нет. Это подарок, а не покупка. И она отблагодарила. Сумела дотерпеть в концовке и выйти в финал. Да, в этом году Тюмень не выиграет кубок. Команда играет только за третье место. Но вы посмотрите, сколько зрителей пришло, чтобы поддержать родной клуб. Это ли не мини-футбольный город? Выстроена очень хорошая структура, поступенчато. Люди развиваются, начиная от младших школьников и до нескольких команд, которые участвуют. Я знаю, в первой лиге, дубль, в высшей лиге. Поэтому это и есть флагман. Те люди, которые готовят наше поколение, нашу смену, где играет большинство своих воспитанников. Хозяева, оставшиеся в матче за бронзу, Без Антошкина, Гужела, Вилела и Лазаревича, буквально выстрадали победу. Правда, основное время завершили в ничью 3-3, а дожали никель в серии пенальти. Решающий удар на рельчан не реализовал опытнейший Владислав Шаихметов. Просто поиграть для болельщиков, порадовать людей, которые пришли, уделили время, поддерживают. Нас вчера все нервы вымотали, сегодня кричали на всю Тюмень. Поэтому им большое спасибо. Вот основная мотивация была такая. Перед финалом болельщики разделились на три лагеря. За «Газпром-югру», за «Синару» и за красивый мини-футбол. За «Газпром». Почему? Не знаю, просто я сам родом оттуда и сегодня я за «Газпром». А в целом за Тюмень? В целом, да, за Тюмень. Что, за кого болеешь, скажи? За «Синару». Почему? Ну, потому что они черно-белые. А, то есть так. А расскажи, в чем твоя функция здесь? Я подаю мячи и вытянутся по окну. То есть ты подаешь мячи и болеешь за «Синару». В этом матче я нейтральный болельщик, потому что я болею за Тюмень. Трижды югорчане вели в счете и каждый раз «Синара» отыгрывалась. В этом моменте наверняка не хватило вратаря «Газпром-югры» Звияда Купатадзе. В матче с Тюменью он сломал ногу. Но, что примечательно, сам этого не понял и доиграл до конца. А затем еще и стал гостем нашей студии. Я в начале игры, когда я пошел бить в третьей минуте, я ударил, и оказывается перелом. Я как сыграл игру, я не понимаю, как нагадал. Чуть-чуть побаливал, но получается я с переломом и надрыв связок на стопе. Звияд – легенда мини-футбола. Грузинскому вратарю 42 года. Два из них он провел в Тюмени, где, кстати, встретил жену. Мы познакомились здесь, у меня дети, даже старший сын у меня здесь в Тюмени родился. У меня здесь родственники, жены, мы часто приезжаем в Тюмени, я очень люблю Тюмени. Ну, ну! Хорош, блин! Поздравляю! Собрата, да? Конечно, конечно. И как пока проигрывает Синара, что нужно сделать? Ну, получается, распрыгивать, надо забить гол. Все просто. Достойный ответ. А если, там, с точки зрения тактики, возможно, в чем-то уступает. Уже ничем не уступает. Один, два, два. Это просто я сел. Может, я талисман Синары. Да, ты не уходи далеко, будь где-то в радиусе метра. Лишь за три минуты до конца Синара вышла вперед. Забил Антон Соколов. А затем Павел Карпов поразил пустые ворота. Николай Шистеров забивает последний гол финала четырех. Синара в год своего 30-летия берет Кубок России. Йоу, радость. Мы рады победить. Мы рады победить. Мы очень сильно старались и долго к этому шли. Я благодарен команде, благодарен болельщикам, благодарен всем. Общались еще с твоим братом на трибуне. Он за тебя болел, переживал. Как-то уже обменялись репликами, эмоциями успел поздравить. Ну, немножко пока что. Но еще созвонимся, пообщаемся. Хочу созваниваться, но он живет тут рядом. Сейчас пока все тут уляжется, все пофотографируемся, порадуемся. Нам еще ехать сразу домой сейчас, поэтому мало времени. Я сказал, что Тюмень наш город. Я ребятам о Тюмени сегодня говорил, они говорят, Григорьевич, ну хватит уже Тюмени выигрывать. Поздравляю еще раз. Тюмень доказала, что является одним из самых мини-футбольных мест в стране. Кубок России завершен, Синара увезла его в Екатеринбург. Ну, а о том, насколько все-таки хорош формат финала четырех, решайте сами.